Два важных вещей. Пожалуйста, внимательно слушаем. Почему они его не понимают? Почему люди не осознают, что за бизнес в твоем аркете? Внимание, Абрикфея! Дело в том, что внутри человека есть два сила. Азамат, помоги мне. Внутри человека есть два сила. Один из них сдерживший, второй движивший. Пожалуйста, внимание. Один из них удерживает людей, второй вдохновляет и мотивирует. Внимание! Например, страх неудачи, страх бедности, страх критики, что подумать вдруг, если не получится. Потому что мы с вами выросли. У нас очень развита мышление, менталитет махалла, менталитет овлот, менталитет рук, кланы. А что скажет? Что подумают? А почему страх критика у нас очень развита? Потому что в древние времена люди жили племенами. Если кто-то отличался от других, его выгнали из племени. Если кто-то не соглашался в мнении, старшине его выгнали. Он не выживал, он умирал. И поэтому это стало такое сильно по генам, передалось нам. И люди очень боятся мнения других людей. Социальные мнения сильно вели на человека. Поэтому большинство людей сильно развита страх. Страх неудачи, страх бедности, страх критики, страх нового, неизвестного и так далее. Они говорят, я тут работаю на зарплате, меня устраивают, все понятно, а там неизвестно, что будет. И так далее. И это все развивает сдерживающую силу. Люди сомневаются во многом. Они сомневаются для вас, они в себе сомневаются. Внимание обратите. Сейчас вы поймете, они во многом не уверены. У многих людей развито, вот это именно откладывание на потом. Ладно, завтра сделаю. Но послезавтра точно позвоню. Ты знаешь, очень скоро начну. Некоторые люди, у них есть мечты, которые давным-давно. Плани, которые давным-давно. И они ничего не делают для них, чтобы это стало реальностью. Они только просто ждут, вдруг получится. У большинства людей развита сдерживающая сила. Внимание обратите. Рассеянность. Они живут в депрессии. Они постоянно тратят деньги, то, что немножко зарабатывают. И так далее. Потому что не всегда есть достаточно сумма денег, чтобы это все обеспечить себе. И поэтому они, когда попадают, они тут пытаются раскидать их. И у них очень высоко развитый негативный опыт. Любого человека негативного опыта больше, чем положительного опыта. Абсолютно любого человека. Соответственно, это развивает сдерживающую силу. Теперь внимание обратите. Когда у человека развита сдерживающая сила, он внутри хочет, но не может. Он говорит, я хочу, но видишь, не получается. Я действительно хочу, я действительно, но у него не получается. Пожалуйста, внимание. Поэтому, когда вы придете им рассказывать о вашем бизнесе, вы начинаете слышать нет, не потому, что бизнес плохой или неплохой, а потому, что у них развита сдерживающая сила. Внимание. Движущая сила, что такое? Движущая сила, это мечта, это цель, это семья, это благотворительность, желание помогать другим. Когда осознанно это делаешь, когда искренне стараешься это делать, это желание оставаться в истории или что-то такое делать. Внимание обратите. Пожалуйста, внимание. Я сейчас привожу очень-очень важную вещь, чтобы вам было это понятно. Пожалуйста, внимание. Вот это двигающая сила. У многих людей по своей природе развита что? Люди, которые могут победить в себе, победить путем осознанности, только те могут, чтобы у них движущая сила была больше, чем сдерживающая. Посмотрите. Человек хочет что-то делать. Человек всегда, когда что-то хочет делать... Почему я период не могу попасть? Вот в том, следующий слайд за него идет. Когда человек хочет что-то делать, он постоянно, у него мозг работает так. Хочу, не хочу. Делать, не делать. Вы видели это, как его мозг работает? Поймут, не поймут. Вы даже прежде чем пойти кому-то предлагать, думаете, сказать, не сказать? Получится у меня или не получится? Согласны? Вы думаете, звонить или не звонить? Или вы начинаете ждать удобный случай. В большинстве случаев люди ждут удобный случай. Посмотрите, это работает. Вот это все в сознании человека стало естественный образ жизни. Вот это. И это является самая большая проблема.